С виду обычный троллейбус, но стоит украсить его плакатами и шарами, сформировать запас книг и средство передвижения становится библиотекой на колесах. Для читающих пассажиров литература на любой вкус, от любовных романов до научной фантастики. Депутат Ирина Сенцова среди пассажиров говорит, что увидела анонс акции и решила поучаствовать. Я смотрю с удовольствием на удивленные глаза людей, которые входят в этот троллейбус. Я думаю, что обязательно останется в жизни этот день и, наверное, он будет таким, отчасти судьбоносным, потому что всегда, когда глаз упадет на книгу, ассоциации определенные возникнут. Пассажирам также раздавали буклеты со списками литературы, которые можно взять в читальном зале и на абонементе. Вручали визитки, приглашали прийти в библиотеку. Мы в сентябре переезжаем в новое здание, замечательно, большое, красивое здание, там будет больше возможностей. А вот такие акции, когда библиотеки выходят к людям, направлены на то, чтобы у нас появились новые читатели, превратились в постоянных, они, конечно, будут продолжаться. Мы уже сейчас думаем, что сделаем в следующий год в рамках акции. По пути экскурсовод Римма Михеева знакомила пассажиров читающего троллейбуса с интересными фактами жизни иркутских литераторов. Каждый пассажир читающего троллейбуса может унести с собой приглянувшуюся книгу. Почитать разные произведения можно на площади у стадиона Труд. Там продолжатся акции букроксинга, приуроченные ко Всероссийскому дню библиотек. У стадиона развернулся целый праздник книги и чтения. Библиомобили иркутяне могли не только найти интересную для себя книгу, но также получить бесплатный доступ в интернет и посмотреть образовательный фильм. Кроме того, прохожим предлагалось написать на специальной доске название книги, которую они сейчас читают. Такая информация нужна для пополнения книжных полубиблиотек, а значит и для привлечения новых читателей. Туяна Ямаева, Константин Синицын. Новости. Сейчас.